Мастер-класс и выставка народных промыслов Фестиваль «Дружба народов» прошел в Черкесске и стал завершением проекта «Культпоход». Аулу в Акажиле исполнилось 200 лет. Многофункциональная спортивная площадка открылась в рамках празднования в населенном пункте. Здравствуйте! В эфире телеканал «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Около двух тысяч частных домов в Карачаево-Черкесии бесплатно подключены к газу в рамках социальной дегазификации. Об этом заявил глава региона Рашид Тимрезов. В нашей республике продолжается активная работа в рамках социальной дегазификации, реализующаяся по решению президента России Владимира Путина. Напомним, этим летом были газифицированы Хуса Кардоник и Леса Кефарь, где сразу стартовала и дегазификация. Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Тиберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Тиберды, подавших заявки на подключение. Также Рашид Тимрезов отметил, что проведение работ по строительству газопровода внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета абсолютно для всех заявителей без исключения. Помимо этого, с 1 марта 2023 года субсидируют многодетные и малоимущие семьи, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семьи на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также проведение работ по газификации внутри дома. В общественной палате прошло заседание Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка в республике. В ходе собрания прошло обсуждение о результатах деятельности данного подразделения и утверждение плана работ на следующий год. Подробнее Алихан Лепшоков. Наш совещательный орган направлен на поддержку в становлении воспитаний подрастающего поколения, отмечают члены Совета отцов приуполномоченным по правам ребенка Крачева Черкесии. Всех участников заседания поприветствовала председатель общественной палаты региона Елена Ляшова. Она подчеркнула, что рулятца незаменима в построении общества, и сегодня нам необходимо всячески поддерживать данное подразделение. Мы очень рады, что они выбирают именно нашу площадку, именно здесь проводят свои заседания. Это говорит о том, что не просто им нужен зал, а это значит, они хотят получить тот заряд, ту бодрость, ту ауру, которая есть в общественной палате. И в принципе мы с вами делаем одно дело. Я просто вижу все знакомые лица тех людей, которые тесно взаимодействуют с общественной палатой. В ходе заседания члены Совета отцов обсудили вопросы касаемо патриотического воспитания молодежи. Также в мероприятии принимали участие представители духовенства, которые отметили необходимость обращения внимания на духовно-нравственное состояние молодого поколения. Руководитель уполномоченным по правам ребенка Крачева Черкесии Мария Алакаева подчеркнула, что Советом отцов проделана большая работа, и приятно видеть, что многие общественники оказывают им поддержку. Папы, они как мужчины, как глава семьи, видят те моменты, которые не видим, допустим, мы упускаем. Это может быть где-то открытый люк, это может быть где-то не установлен пешеходный переход, там, где он должен быть, там, где он необходим. Плюс для меня лично и для аппарата уполномоченного, это всегда помощь и поддержка в наших мониторингах. Ежегодно проводятся мониторинги питания детей в школах, кроме того, безопасности детей в школах и оснащение медицинских кабинетов. На сегодняшний день нам необходимо активизировать наших членов Совета, которые находятся в районах республики. И мы уверены, что только сообщаем, мы можем достигнуть наших намеченных целей, отмечают представители данного совещательного органа. В перспективе, в принципе, это создание Совета отцов местных отделений, то есть, скажем так, район. У нас есть, в принципе, районы, но недостаточно активно они действуют, поэтому будем стараться в этом направлении работать. Но, опять-таки, продолжение той работы, которая начата, это то, что касается безопасности детей, это то, что касается соблюдения их прав, тоже детей. В завершении встречи состоялось подведение итогов фотоконкурса «Мой папа – самый лучший», посвященный Дню Отца. В итоге победителями были признаны шесть участников, которые будут награждены ценными призами. Алихан Лепшоков, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. В МВД по Карачаево-Черкесской республике прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-й годовщине сотня образования в системе МВД России специализированных подразделений дознания. Ряд сотрудников подразделений дознания и территориальных органов МВД на районном уровне получили ведомственные награды. Министр внутренних дел выразил глубокую уверенность в том, что и впредь сотрудники будут с достоинством и честью исполнять свой служебный долг по защите законных прав и интересов жителей Карачаева-Черкесии. Также руководитель ведомства пожелал профессионального долголетия и крепкого здоровья. Еще 17 сельских школ Карачаева-Черкесии оснастили в текущем году современным цифровым оборудованием. Оно поступило в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда. Нацпроекты образования», отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Ноутбуки, интерактивные доски, камеры и другая современная цифровая техника позволят ребятам быстро осваивать новые технологии, решать сложные задачи, создавать собственные проекты. Обеспечили и стабильный интернет. Теперь школьникам доступны образовательные онлайн-программы, а также всероссийские конкурсы и школьные олимпиады, проходящие в режиме онлайн. Всего с 2019 года современным цифровым оборудованием оснащены 170 образовательных учреждений Карачаева-Черкесии, еще 15 будут охвачены в 2024 году. Улыбки, добрые глаза и искренние эмоции – это фестиваль дружбы народов в Черкесии. В филармонию на праздничное мероприятие пригласили детей из ОВЗ и семьи, прибывшие с новых территорий. Для участников организовали мастер-классы по ремеслам и плетению, показали выставку народных промыслов, украшений и элементов национальных костюмов. На праздничном концерте взрослых и детей порадовали выступления хореографических ансамблей и артистов Карачаева-Черкесии. Фестиваль стал завершением масштабного проекта «Культпоход», поддержанного президентским фондом культурных инициатив. Социокультпоход – это такой проект, который мы организовывали для жителей, приехавших из Юго-Восточной Украины, для того, чтобы их познакомить с нашей культурой, с нашими обычаями. Проект длиной 8 месяцев, который показал нашим гостям культуру, жизнь, обычаи наших народов. Сегодня такой финальный день, завершающий данного проекта. Фестиваль, праздник для наших гостей. Очень радует то, что мы получили огромное количество положительных отзывов о людей, которые посетили наши исторические объекты, культурные места. И хочется выразить огромные славы благодарности всем нашим волонтерам, организаторам. Многофункциональная спортивная площадка открылась в Вакожиле в рамках празднования 200-летия аула. Вакожиле – уникальное место, расположенное в живописном уголке нашей республики со своей историей и колоритом. Здесь живут дружные, трудолюбивые и гостеприимные люди, которых объединяет любовь к своей земле, уважение к традициям, гордость за родной аул, говорится в поздравлении главы республики. В 200-летний юбилей в Вакожиле вспоминали о его становлении всех тех, кто трудился на благо аула, прославлял его своими победами и достижениями. И нынешнее поколение, перенимая опыт и мудрость старших, продолжает славные традиции и способствует процветанию родного края. В открытии спортивной площадки принял участие министр физической культуры и спорта Карачева-Черкесия Рашид Узденов. Он зачитал приветственный адрес главы республики. Уважаемые жители и гости аула Вакожиле, от имени многоционального народа Карачева-Черкесии и от себя лично, от всей души поздравляю вас с 200-летним аула. Это знаменательная дата, прекрасный повод отметить, что жители аула Вакожиле всегда были и остаются трудолюбивыми, доброжелательными, гостеприимными людьми, истинными патриотами своей малой родины. Вы в числе и герой Советского Союза Мурат Асхатович Карданов, который родился в ауле Вакожиле. Этот отважный человек прославил свою малую родину на фронтах Великой Отечественной войны и навсегда будет жить в народной памяти. Очень ценно и то, что ауличане сохранили культурное и историческое наследие своего народа и продолжают растить и воспитывать своих детей достойными своих предков. Благодарю за вклад каждого жителя аула, за ежедневный труд и искреннее стремление сделать свой родной край еще красивее и комфортнее. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть ваше ауле процветает и остается местом, где с гордостью себя называют жителями Вакожиле. С праздником! С уважением глава Карачао-Черкесской республики Рашид Бориспич Тимарезов. Более полтора миллиона туристов посетили курорты Карачао-Черкесии с начала 2023 года. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются Домба и Архиза, а также Тибердинский национальный парк. При постоянном функционировании курортных зон региона эксперты прогнозируют, что тур «Поток» к концу года составит около двух миллионов человек. Напомним, курорты Карачао-Черкесии вошли в топ-10 среди популярных направлений для отдыха на базах в октябре 2023 года. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью с автором книги «Громкий шепот моей жизни» Халимата Джиева. С ней встретилась Белла Джизаева.